Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем 49 главу. И призвал Иаков сыновей своих и сказал, Соберитесь, я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя, начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, та сквернил постель мою, на которую взошел. Речь идет о том, что Рувим переспал с наложницей своего отца. И через это он лишился богословения. Этот его грех привел к тому, что он был первенцем, он был самым важным, он должен был наследовать богословение, но через грех он его лишился. Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их, в совет их да не внидит душа моя, к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали животельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Акове, рассею их в Израиле. Речь идет об истории, которую мы читали несколько раньше. Был некий юноша, который возлег с сестрой их Диной и насильно овладел ей, но потом он ее возлюбил, он решил на ней жениться, и решили как бы кончить все это дело миром, но Симеон и Левий решили отомстить все же, и они коварно сказали, что вот давайте вы сделаете себе обрезание, чтобы мы могли вступить с вами в брак, когда они сделали, когда они ослабили от обрезания, они на них напали и перерезали. И вот этот самый поступок имеется в виду. И Симеон и Левий, они получают тоже неодобрение. Они говорят, им говорит Израиль, проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепо. Симеон и Левий лишаются благословения из-за своего злого-мстительного поступка. И это важно, поскольку мы видим здесь, как Библия действует, скажем так, проводит этику совершенно отличную от естественной этики. Вот естественное человеческое поведение наших обителей мы страшно отомстим. И для диких племен, где нет государственности, где нету прокурора, месть — это способ выжить, потому что для того, чтобы тебя не трогали, ты должен показать, что ты свирепый, ты страшный. Тот, кто тебя обидит, тот долго не протянет. Связываться со мной себе дороже. И, естественно, в любом племени прославляются воины, прославляются свирепые воители, которые с мечами, которые готовы сурово расправиться со всеми врагами племени. Это даже до сих пор так. Но Библия говорит «проклят!» Гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свиреп. Иногда Библию называют древнееврейским эпосом, и это неверно в одном важном отношении. Если бы это был эпос, то действия Симеона и Левия были бы поданы как славный восхитительный подвиг. Они герои, они отмстили. Но здесь мы видим совершенно другое отношение. Это насилие и кровопролитие. Симеон, который находится на пороге смерти, старый, мудрый, и он понимает, он видит Божий замысел. Он видит, что Симеон и Левию поступили дурно и неправильно. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонится тебе сына отца твоего. Молодой Лев Иуда с добычей сын ему поднимается. Преклонился он и лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчересил его. Да коли не придет примиритель, ему покорность народов. Это одно из мессианских пророчеств. Примиритель, которому покорность народов, это Господь наш Иисус Христос, о Котором здесь пророчествуется. Он привязывает к виноградной возе осленка своего и к возе лучшего винограда сына ослица своей. Моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое. Блестящие очи его от вина и белы зубы его от молока. То есть Иуде его потомкам, как царствующему роду, пророчествуется, что он будет процветать, у него будет вино и молоко. Завуон при береге морском будет жить и у пристани корабельный, и предел его до Сидона. Из Сахар осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна. Преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату Дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что садник его упадет назад. На помощь твою, надеюсь, Господи. Довольно загадочные слова, что значит быть змеем на дороге, аспидом на пути. И некоторые толкователи полагают, что из колена данного произойдет антихрист. Но это, конечно, толкование достаточно аллегорическое, это не сказано прямо, мы не знаем, но, по крайней мере, такое толкование существует. Гад! Толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Осира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские явства. Нефалим, Теревин Фросфлый, распускающий прекрасные ветви. Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною. Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепкие мышцы его, от рук мощного Бога Яковлева. Оттуда пастыри, твердыни Израилева, от Бога Отца твоего, который и допоможет тебе от всемогущего, который доблагословит тебя богословениями небесными свыше, богословениями бездны, лежащие долу, богословениями сосцов и утробы, богословениями Отца твоего, которые превышают богословения гор древних и приятности холмов вечных, добудутые на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот все двенадцать колен Израилевых, вот что сказал им отец их, и богословил их, и дал им богословение каждому свое. Колен, ну, то есть родов. Мне кажется, не очень понятно, мы не привыкли к этому слову в современном русском языке. Колен, то есть родов. И здесь указываются на характер различных племен, которые происходят от этих двенадцати сынов Израиля. И заповедовал он им и сказал им, «Я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что перед Мамре в земле Ханаанской, которую пещеру купил Авраам с полем у Ефрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сарру, жену его, там похоронили Исаака и Ревекку, жену его, и там похоронил Ялию, это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хиттиевых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим, положил ноги свои на постель, и скончался и приложился к народу своему». И он желает быть похороненным в той пещере, где была похоронена Сара, в пещере, которую купил Авраам, и где похоронены его родные, где похоронены его предки. Он желает привожиться к своему народу, он желает поддерживать вот это преемство. И это то, что мы в Библии видим постоянно, что народ Божий не должен раствориться, не должен забыть о том, кто он такой, он не должен ассимилироваться. И это нежелание ассимилироваться, невозможность ассимилироваться, это удивительная особенность народа Библии, удивительная особенность еврейского народа, потому что, когда мы читаем о различных древних народах, которые упоминаются, вот эти самые хиттияни, например, но хиттияни — это на самом деле был достаточно значительный народ, была даже империя у них была отцовая. Они правили обширными территориями, и теперь нет ни одного живого хиттиянина. Не потому, что их всех вырезали, нет. Просто эти люди утратили свой язык, утратили свои обычаи, они растворились в других народах. Их потомки живы, их потомки никуда не исчезли, но они уже не помнят, что их предки когда бы то ни было были этими самыми хиттиянинами. И это процесс, ну, в общем-то, естественный. Ну, как, не знаю, там наши эмигранты в других странах, их внуки уже полностью местные жители. Французы или американцы, они уже совершенно не говорят по-русски, и они совершенно никак, ни в каком отношении больше не являются русскими людьми. Они просто растворились. И так же происходит с другими народами, с представителями других народов, которые, может быть, живут у нас в России. Через несколько поколений они уже русские. И то же самое могло бы произойти с Израилем. И очень легко произойти. Потому что, оказавшись в Египте, они оказываются в среде более высокой и более развитой цивилизации. И когда люди из менее развитого общества оказываются в среде более развитой цивилизации, они, конечно, очень быстро ассимилируются. Это абсолютно естественный процесс. Но мы видим, как этого не происходит. И одно из проявлений вот этого желания сохранять свою инаковость проявляется в том, что Израиль хочет быть похоронен со своими предками. Ему это важно. И через это Божье богословение сохраняется в народе и сохраняется сам народ. Мы с вами прочитали 49-ю главу книги «Бытия». Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Продолжение следует... Продолжение следует...